В начале штаба по комплексам развития региона, временно исполняющий обязанности губернатора Алексея Русских, поблагодарил задействованное ведомство за проведение праздничных мероприятий. Справились нахорошо с плюсом, оценил работу глава области. От праздников перешли к тревожной новости. Зафиксирована вспышка заболеваний коронавирусом среди студентов Ульяновского госуниверситета. Около 50 человек находятся на стационарном лечении. 70 студентов на самоизоляции в гостинице «Советская», где устроен обсерватор. В связи с этой ситуацией я поручил воссоздать обсерватора для многих, побывающих из-за границы на базе лагеря «Чайка» и в целом усилить меры по недопущению распространения заболеваний. Кроме того, мне доложили, что среди заболевших обнаружен новый штамм индийского коронавируса. По общему количеству заболевших область находится на пятом месте в ПФО, на девятом по темпу заболевания. Наблюдается тенденция к снижению. Например, в Павловском районе за 10 дней праздников не зафиксировано ни одного заболевшего. Реагентов для проведения тестирования хватит на 36 дней. Создаётся запас на полгода. Вакцинацию прошли почти 105 тысяч человек, причём 16 800 за праздничные дни. Я и болел в сентябре, но антитела у меня уже на исходе. Давайте с вами поставим вакцину. И всех я к этому призываю. Кстати, в Ульяновской области есть все три вида отечественных вакцин. Поэтому жители могут выбирать, чем прививаться. Две недели осталось у школьников до начала государственной итоговой аттестации. Первыми на экзамен придут девятиклассники. Русский язык они будут сдавать 24 мая. А в последний день весны к ним присоединятся учащиеся 11 классов, сдающие историю, химию и географию. В этом году школьники впервые будут сдавать государственный выпускной экзамен. Он предназначен для тех, кто не собирается поступать в вузы. В этом году эта цифра составляет 238 детей. Но от общего количества участников 11 класса это не очень большая цифра. Вместе с тем для них организованы отдельные пункты приема экзаменов. Для детей с медицинскими показателями организован 24 пункта приема ЕГЭ. Для классической сдачи экзамена 71 пункт. Все они оборудованы камерами наблюдения. По оценке федеральных экспертов, область на 100% готова к итоговой аттестации. В регионе продолжается ямочный ремонт дорог. В областном центре отремонтировано 28 тысяч квадратных метров асфальта. В Димитровграде 4 тысячи. Темпы оцениваем как хороший. Нельзя сказать, что отлично. Ежегодный план у нас выполняется. Стоит отметить, что погода нам благоволит. Особых угроз каких-то о том, что мы не выполним что-то, мы не наблюдаем. Правда, в ряде районных бюджетов не заложен средств на ямочный ремонт. Принято решение, что в этих муниципалитетах работу проведут за счет сэкономленных средств. Продолжает оставаться острая ситуация с лесными пожарами. За праздничные дни лес горел 5 раз. Часто вина лежала на отдыхающих. Зафиксировано 68 термоточек. Основной причиной их возникновения продолжает оставаться пал сухой травы. На территории Ульяновской области объявлен 4-й высокий класс пожарной опасности. Все службы Министерства природы и цикличной экономики находятся в режиме повышенной готовности. Проводится круглосуточное патрулирование. Алексей Юрьевич, прошу глав муниципальных образований подключиться и воплечься в проблему лесных пожаров. Мы горим. Ситуация сложная. Алексей Русских поручил отслеживать ситуацию с лесными пожарами в разрезе каждого района. Егор Титов, Юрий Конехин, Артем Куранов, Управда ТВ.